Все, поехали смотреть, кто тут у нас знаком. Angel будет играть у нас на Faceless Void, Zendler the Race King, Jericho Shadow Demon, Benjas вновь на Слардере и Сидор Алинна играет на Death Prophet. Это была команда Union Gaming из Перу и Power Rangers, James, Earthshaker, Shachlo, который стенд-ин на паке, FNG, Skyros Mage, Moon на Razor и Чеширский Кот играет на Бристалбеке. Команда Power Rangers, тут все, уууу, трибуны ликуют. Напишут, о, на Люксембурге играют. Ну, если да, если сервер европейский, то, значит, у Union'ов серьезные проблемы. Реально серьезные проблемы, потому что мансить нельзя будет. А вот у ПРов как раз там есть паки всякие, которые могут сейчас Art of Juking показывать и ловить пака будет, ну, очень сложно. Вот в чем дело, то, что сейчас Shachlo, если грамотно все будет исполнять, сможет чуть ли не в соло здесь задать жару. Батвка начинает. Так, ну что по линиям. По линиям у нас Void стоит в оффлейне, причем мы видим, что вместе с двумя суппортами он здесь находится. Или нет, нет-нет-нет, идет у нас с вап-линиями. Слардар отправляется на оффлейн. Вот он бинджас, Void уходит на позицию. Изи лейн. В миде будет стоять Death Profit против пака. Тут все обычно. И давайте посмотрим внизу. Внизу у нас все-таки дабла. Чеширский кот вместе с ФНГ будут сейчас пытаться сопротивляться. Сейчас мы видим, тут прогрызается дорога топориком. Я думал, это тут тангусов уже пока ван потратили. Все, палево. Вот-вот так просто бывает. Да-да-да-да-да, спалились, спалились. Вот на этом светлом педне только что стоял Джерико. Так что сейчас никто не подойдет близко к этому споту. И будет этот репла здесь куковать очень-очень долго. Сейчас типа выходят. Спрятал. Ну-ну и что? Вот-вот спрятал ты. И толку с этого. Короче, тут все. ГГББ я ливаю. Ладно, давайте посмотрим на мид. Что у нас на миде? На миде у нас шачло. 66 у него урона. Тут 63 урона. Так что ребята будут стоять нормально. Причем пак. За счет того, что у него пинг хороший, будет эвейдить криптсформы баньшовские. Да, будешь эвейдить шачло. Вот сейчас он так заяведил. И нет, с третьего лвела начнет, наверное, только задувать. Да, и разор против войда. Разор войда тут тоже должен унижать. Короче, на всех трех линиях у нас сейчас начинается какое-то безобразие. Войду достается очень сильно по спине. У него очень мало урона. Да, прыгает он через лес и уходит. Хорошо. Постоянно так делать не получится. Ну, либо же придется ждать под базой на протяжении длинных промежутков времени. Они спрашивают, почему я... Точнее, за кого я буду болеть? Я буду болеть, естественно, за наших, за пэров. Ребята уже очень долго играют на вот этой... Ну, такая профессиональная, полупрофессиональная сцена. Они то участвуют на хороших крупных турнирах и даже там что-то выигрывают, то не участвуют вообще нигде. Ну, в общем, парни в доту катать умеют, это точно. И отношение у них весьма такое грамотное к дотке в целом. Наверное, именно поэтому они до сих пор остаются на плаву. Ну, у нас что? У нас тут видят Джерико, нападают на него и... Так, я думал, сейчас у чеширского кота будет прятать, но не тут-то было. Джерико мансит, но не до мансил. А чеширский кот-то ведь сможет еще и здесь поднавалять. Винджазу, да, есть ли мана на фиссургу, нет, маны нету. Да выпишет уже Clarity Potion, вот он пьется Clarity Potion, но залетает все равно последняя плюшка в Свардарчик, и он и без этого погибает. О, мой бог, вы посмотрите. Вы просто посмотрите на это. Ну да, выглядит на самом деле не очень. Мягко говоря, смысл, не по-такому. Да, и что, и у нас идет не то чтобы свап-линиями, но приходит Shadow Demon помогать Войду, не думая, что это хоть как-то поможет, потому что Разору они все равно ничего сделать не смогут. Разор сейчас пойдет еще и Shadow Demon наваляет. Причем, если Войд может уйти, то Shadow Demon уйти отсюда, естественно, никак не может. Прилетает у нас сюда Слардар, Слардар не успевает, и все. На этом также все. С оффлейна, в результате, мы видим, все ушли, абсолютно все. Войд у нас, я так понимаю, сейчас направляется именно туда. Так, и пак у нас против ДП. ДП 17 на 5, 16 на 1 пак. Слушайте, ДП с пингом под 3 соточки еще и неплохо крипов добивает, как мы видим. Так что тут отдельный плюс в карму игрока с ником, не знаю, как это правильно читается, или Сайдреллен, или Сидеравин. Сидеравин. Короче, я думаю, он разберется. Да, Трипла у нас ушла стоять против Рейзера. Рейзер, конечно, может тут погибнуть, если загуляет чуть дальше, чем положено, его должны убивать. Очень много станов. Но сюда также отправляется сейчас два героя команды Power Rangers. И вот сейчас тут начнется интересный баттл, потому что у Shadow Demon серьезные проблемы с хпшечкой. Опа! Нашли Рейз Кинга. Хотели, кстати, при этом найти Shadow Demon, но вот кисура не тайминговая, и это может спасти самую малость Рейз Кинга, если бы его не заблочил Рейзер. Грамотно действовал Moon, хорошо заблокировал выход Рейз Кинга. И, как мы видим, результатом стал сразу же фраг в пользу команды Power Rangers. Ну и пока что 3-0, причем 3-0 весьма-весьма уверенные и вообще бесшансовые. Опять же, приходит Войт на линию. Бристалбеку он ничего не может сделать. Бристалбек его овнит по полной, и единственный плюс для Войта это то, что линия пушится, то, что он получает хотя бы опыт. Крипов добивать ему все равно никто не даст. Шачво забирает еще и хасту, Death Prophet стоит и понимает, что жизнь не мила. Как-то, может быть, это я слишком акцентирую внимание на том, что у PR все слишком хорошо, но складывается впечатление, что это именно так. Вот в чем дело. Реально складывается такое сильное впечатление, что у PR все, ну, очень-очень классно складывается, и мы смотрим на графики. А на графиках ведь так и есть. При времени всего лишь в 5 минут мы видим, что перефарм уже составляет две с лишним тысячи золота. Ну и на топе. Поймали Разорен. Может быть, сейчас будет как раз-таки первый светлый лучик. Ну, отличная фиссура от ЕСа, и тут же появляется Скай Расбейдж, который должен сейчас пытаться добивать Бенджаза. Бенджаза нужно убивать! Ну, что же вы делаете? И те, ладно, хотят забрать Рейс Кинга. Окей, получится это сделать. Сейчас посмотрим. Сейчас должны быть еще одни птички. Да, и это все-таки минус. Еще и контрольная фиссура у Джеймса залетела. Ну, тогда неплохо. Тогда неплохо, хотя, мне кажется, лучше бы селедку запилили. Через 100 золота всего лишь. Ну, дай же ты ему 100 золота. Вот Разор, загорелся тебе этот стик, который купил только что, и у тебя еще осталось 286 голды. Оставил бы совсем немного золота для Скай Расбейджа, он бы уже с арканами был, он бы уже ЕСУ ману пополнил, вы бы уже ходили там, убивали людей. Постоянно такая фигня происходит. Фу-фу-фу. Такс. Ладно, давайте посмотрим дальше, что у нас происходит. Дальше у нас Чеширский кот стоит, бьет Крипочков, держит их на хорошем расстоянии. Вот вышки для того, чтобы линия типа не пушилась, при этом все равно продолжает квиллспреем там месить, и Тауэр действительно двигается не хило так. Вот, вот они пошли аркан-бутсы. Это не транквиллы, друзья, это именно аркан-бутс, чтобы вы понимали разницу. И Шейкер. Шейкер, у которого 9 зарядов в стике, у которого есть фиссурочка, есть тотем. И который готов идти убивать, наверное, даже. Да, готов ведь, готов. Тем более, что Разор купил себе ПТшечку, стал чуть-чуть поплотнее, и тоже, я думаю, готов сейчас сражаться. И это понимают, как мы видим, Union Gaming. Они не подходят. Они не подходят близко. Они в курсе, что очень хороший рейндж прокаст, что залетает фиссура плюс плазмофилд, и это уже чудовищное количество дамаги. Да, и плюс там конкассив шат, плюс сайленс на тебя еще, потом вешается, пока ты встанешь, стоишь от фиссуры. То есть все может сложиться очень прискорбно, если действовать неосторожно. Так, что у нас тут? Баньша. На фейзы выходит. Ну, шачлот пытается как-то уворачиваться, но все равно, видим, стабильно залетает нему там по две соточки. Скрипт Сворма. Да, ну, пишут там в чате, как что перуанцы затащат, но не думаю, что это будет так. Слишком плохой фарм, хотя у Слардара появляется Пауэртретс. Давайте откроем, наверное, и Нетворсы. Мы видим, что разница пока не слишком большая. Но оно и понятно, что на данной стадии пока рано судить о каком-то суперсерьезном перефарме. Хотя командный перефарм уже действительно достаточно велик. 4 тысячи на такой минуте это много. И если эти 4 тысячи преобразовать в какие-то, я не знаю, квилы, барабаны, другие вещи. Ну вот, зацепили Шаду Демона, Плазмофилд, домой. Причем Слардар понимает, что он абсолютно беспомощен в данной ситуации. Даже если он пройдет сейчас пытаться сейвить Шаду Демона, на него кинут Сайланс. В этой ситуации кинули Сайланс на Шаду Демона, но была фиссурка грамотная, так что Слардар оказался не у дел. Ну и Энджел. Энджел очень сильно проседает здесь, хотя у него там есть стики, так что может себе позволить немножко подрегениться. Надо пушить, наверное, вышку. Да, да, да. Тут осталось 250 хп, и вышка легкая мишень, легкие деньги, и деньги лишними сейчас не будут. Забирает Рейзер. Рейзер, наверное, сейчас будет у нас выходить в Меканзм, и это очень-очень хорошо было бы для команды ПР. Я же говорю, Мека, Аквила... А, мы видим, что в Меку в Меку у нас выходит Бристлбэк, значит, Разор у нас что будет собирать? Давайте пока прикинем. Ну, магического урона нет вообще у ЮДЖи, следовательно, нужно как-то обороняться от физухи. Вот физухи... Ну, Блэйдмэйл, возможно, какой-нибудь сейчас сварить, так, чтобы было. Так, да-да-да-да-да, тут Разора, конечно, убивает. Вот первый фраг, это из-за неосторожности на этой позиции оставался до последнего, за что и поплатился. Так, и Дэс Профит увидели. Фисурка закрывает Дэс Профит, Дэс Профит пугает ультой. Ну, так как тут только один пак, то Дэс Профит бояться особо и нечего. Да, Мека уже почти готова, очень ширского кота. Ну, и поймали Баньшу. Баньша пыталась поражать ульту, надо было, наверное, дать даже ульт поражать, а не вот так вот. Кидать на нее Сайлент сразу же. Да, очень высокий ему спид, конечно же, у Дэс Профит, у Физами 379, мы видим Арба, четко залетает Арба под Фисурку, и ДП не уходит. Вообще классно получается играть сейчас у ПРов, у них все достаточно слаженно, все очень четко, бить в лицо не самая лучшая затея. Естественно, вот под минус Армором Чеширского Кадута сейчас пытаются навалять. Да, идет замедление, идет стан, идет урон от трех героев с руки, и Чеширский Кок падает. При этом Мекку он тогда собирать и не успел. Да, это очень плохо. Да, немного Мекку эту самую отсрочили, или отсрачили. Так что для ЮДЖи все пока не так уж и плоховато. Для них все по-прежнему плохо, потому что полуторный перифарм у ПРов. Но если сейчас Войд, Войд, Хроносферу, кстати, только что потратил, что уже неплохо, что мне заладило неплохо, плохо Хроносфера. Да, если не нафидят ПРы Войда, то все будет хорошо. А нафидить Войда в теории можно, потому что можно поставить хорошую Хроносферу под Дес Профит, под вырывающегося какого-нибудь Слардара. Все это можно организовать, и можно также там погибнуть под этой самой Хроносферой. Так. Ну, сейчас небольшая перетяжка в центр. Видимо, ПРы захотят забрать вышку по Амиду. Да? Ну, Шачло здесь, Моун здесь, у Шачло уже Даггер готов, так что врывы, я думаю, не заставят себя долго ждать. Шейкер тут у нас спрятался с Солрингом. Так. Ну, надеюсь, это не тот Шейкер, который будет играть через Транквил и Меку, хотя Меку собрана, но вторую Меку соберет. Ладно. А что-то Шейкер на себя продолжает мигать, я не знаю, что он хочет кому показать. Какую он нычку прикольную нашел. Все, вышка упала. Отлично. Внизу вышка упала, на Миди вышка упала. Очень большой прирост денег. Давайте посмотрим на артефакты, которые сейчас будут появляться. Вот, Мека уже прилетает к Бристлбеку, и при этом у него еще есть 800 золота. Я еще раз напоминаю, нужны Аквилы, нужны барабаны. Вот, барабаны готовы, Аквила готова. Все очень четко получается у Пау Рейнджерс. Вот такое мне очень нравится, когда команда действительно знает, что нужно делать. В порошок моментально стирается Шадоу Демон. Ему тут шансов, никаких не оставили белорусы. Такс, и вышечка. Вышечка тут тоже у нас проседает. Что, потерять еще сейчас Т2 по Ботому? Потом, я думаю, можно переместиться, попробовать поджать Мидл ФР и отправляться на Рошана смело. Просто из-за того, что у них уже к тому моменту будет неплохой перефарм организован. Так как сейчас они еще вряд ли, думаю, могут войти толком подраться. Потому что все-таки будет пару задумок, там еще какая-нибудь фигня. Ой, ну да ладно, ну зачем же это с буйствующего ФНГ убили? А че он буйствующий? У него же Килинг Спри только. Наверное, это буйствующий. Ну не знаю, дополняй не особо буйствующий, если у тебя 3 фрага. Да, вы видите, Нетворсы, и первые 3 Нетворса это как раз герой Рейдентов. И еще Баншу сейчас найдут. Да? Найдут? Или не найдут? Тут Шадоу Демон, тут ДПшечка. Вот так вот, Фисурка, Пак ныряет, Арпа, Сайленс, и убивают, убивают, убивают. Ну, с руки замесили, все понятно. 8-3, никто не фармит, хотел сказать, но это неправда, потому что фармит сейчас Слардар вместе с Рейскингом. Рейскинг, конечно, это такой себе фармила. Сейчас еще видим тут, ой, ну, ошибочка, ошибочка от Скайра Смага, и за ним сразу же выезжает Бен Джаз, хороший Сайленс, тут же ЕС, через Сол Ринг, фисурочку выдает, подходит Пак, Дримскуэл, и Бен Джаз тут продолжит, наверное, умирать, а его трубками просто за месяц, еще Эхо Слэп, Джеймс потратил, не факт, что-то его нужно было тратить, но да ладно, убил, значит все нормально. В миде в это время проседает Т2 УД, причем проседает под атакой всего лишь двух героев, подходит на сюда ВК, и нет, нет, за Чеширским Котом, Гнат сейчас вообще не вариант, конечно, я думаю, ВК хочет, чтобы ему там ульту, сбили, замедлить даже кого-то, но от того, что по Престилл Бэк, он попадет, толку никакого не будет, там Вангвард, там сложно пробивать, Шадо Демона уроны уже вообще никакого не вносит с руки, так же как и Баньша, так же как и Войд, наверное, Войд еще через Аквилу у нас играет, тогда вообще все понятно. Не! Ну просто в таких ситуациях играть подобными героями типа Войда, на которого идет надежда, назовем ее так, собирать артефакты не геймчейнджеры, как мы любим говорить, это совсем кисло, да, потому что Мом может кардинально что-то поменять, Мом такой радикальный айтем, Мидас в принципе тоже, да, со временем может принести какие-нибудь плоды, а Аквилла не делает ровным счетом ничего, причем с Момом ты можешь или сап оформить, и там Эншитов возможно пойти побить, и даже героя какого-нибудь в соло заковырять, если это будет там Скайрос Мейдж или ЕС, допустим. Ну, что ж, это последняя тир-два вышечка, да, да. Как же все четко и слаженно получается делать у Power Rangers, естественно, возможно, это связано с большим пингом у перуанцев, потому что пинг у них действительно там 250-300, в то время как у Power Rangers это обычный европейский сервак, да, с пингом сотня. Так, у нас кого-то нашли, нашли у нас здесь Энджела, Энджела сдувает, пошел Сайленс, Сайленс, шачло, шачло, потеряли, также сейчас будут пытаться забирать, я думаю, у Рейс Кинга, но это в последнюю уже очередь, вот сейчас он, конечно, уже немножко прогулял, его забирает шейкер и сейчас Рейс Кинга вот залпом четырех пацанов развалится. Да, разваливается и эти самые четыре пацана отправляются дальше на топ добирать Т2. Ну, они же пришли как бы за Т2-вышкой и подрались, выиграли драку, можно, наверное, и Т2-вышку забрать сейчас. Да, перефарм уже 14 тысяч золота, но сейчас уже вообще о чем-либо говорить, в смысле камбэков, я не думаю, что имеет смысл. Вот она, пошла Хроносфера, Хроносфера, кстати, хорошая, качественная, по троим, Сайленс на Бинджаза, но мы видим, урона вообще нету никакого, Хроносфера, не Хроносфера, а в нее демиджи не залетела вообще, сейчас Эйнджела потихоньку убивает, но вот теперь уже Мун самую малость подзагулял, Эйнджел ушел, и остальные, наверное, тоже нужно уходить, хорошая фиссурочка, Бристл на разворотике, у Брисла очень много маны и много здоровья, он может попробовать побыковать. Да, продолжает вот Скайросмак Ну и вышка, вышка-то проседает, все сильнее и сильнее, 355 хп у Таура осталось. Так, да, тресь-тресь. Эх, ну что же, мимус последняя Т2 вышечка, и теперь самое время для того, чтобы пойти забрать Рошана. Только что наглядно было видно, что под хроносферой практически ничего не угрожает, ну как не угрожает, рейнджевики какие, Банша и Шадоу Демон, да, да, Шадоу Демон с руки вот имеет 70 урона, Банша, естественно, чуть больше, но она еще, конечно, может там позадувать немного, то есть у Банша действительно такой опасный товарищ, но все остальные это не те персонажи, которые под хроносферой могут продемонстрировать какие-то, не знаю, чумачичьи вещи. Рейс Кинг, Милишник, Слардар, да, может как-то на окраине стать и попробовать по таймингу выдать свой стан под хроносферкой. Такс, ну и Рошанчика забирают и с Аигисом совершенно спокойно без какой-либо, мне кажется, даже угрозы потенциальной даже для жизни и сейчас ПР-ы могут идти заходить на хайграунд. Шекер откидывает оборонительную фиссуру. Тайм-лапс, ой, тайм-лапс, хроносфера была неплохая, правда, Рошана убивает, кто забирает? Войт забирает Аэгис, отлично, да, вроде бы поджукили, сейчас у ФНГ траблой, ФНГ отлично, сбивает вовремя кинуть Сайленс, но этого все равно не хватает, мельчатся, его убивает с руки, чужеский код начинает разбегаться здесь в спину, Войт его не пробивает, но задувка от крабы все-таки очень мощная, код живет, через секунду будут стики, дабл киллы я там уже слышу, пак, пак, кстати, кстати, регента выпить и просто дальше идти убивать, Дабл идет за Войтом, но промахивается, и Даггер еще в кулдауне, ну что ж, небезнадежный такой игровой момент для Юнион Гейминг, они выжили из этой ситуации максимум, я бы даже сказал, потому что забрали Аэгис, вышли в более-менее ровный расчет, расчет размен, естественно, что я вообще не ссуру, просто в чат посмотрел, там было счет, слово, и я сказал расчет, все время так бывает, фу таким быть, да, просит секундочку буквально ФНГ, и думаю, секундочку мы ему сможем подарить, все, подарили секундочку, продолжаем, блин, какие же все-таки шустрые, Шачло, что дальше будет собирать, будет ли дальше он грейдить Дагон, или все-таки что-то нормальное будет варить, потому что Дагон Дагоном, но, с Дагона тут можно убивать, наверное, только Шадоу Демона, хотя, ну, Краба еще тоже не слишком жирная, такое 1176 хп, Войт, ну, Войт 1100, да, 1600 Слардар, но вот Слардар уже сложно что-то противопоставить, плюс там еще Блэйд Мэйл будет не за горами, Ну вот и все, после битвы на Рошане нужно пытаться сейчас прессовать, подходить как-то к хайграунду, так, Шачло спалился в инвизе, Ну вот будут ли сейчас на него нападать? Такой интересный момент, просто у Слардарчика Даггера еще нету, и я вообще не знаю, будет он или нет, Разорда Аганима 100 золота, Так, ну и Шекер получает 11-ый, вот, тоже один из приятных моментов для команды Power Rangers, для того, чтобы зайти, то, что появляется второй Эхо Слэм, и стоит, например, селедочка в миде, ну, нападите вы на нее, или не хотите нападать? Нет, не хотят они на нее нападать? Войд, ныряет, хроносфера по Джеймсу, не самая лучшая цель, да, и на развороте Фессура хорошо попадает, есть плазмофилд, ну и заберут тут, конечно, одного-то Мишину, демона, пока, или не только пока, пошел к МК Севшат, пошли барабаны, ну, это минус Рейскинг определенно, пойдут ли его сейвить? Нет, сейвить его не хотят, и в очередной раз он продолжает пробивать, да, много-много-много демона, трипл килл от Шачло, и Аганим сразу же долетает к Розору, правда, Аганим немного не по таймингу прилетел, потому что ульта уже была прожата, но, тем не менее, немножко подхорасить вышку, я думаю, можно попробовать, тем более, что хроносферы уже нет, еще минуты ее не будет, Слардар без Даггера, то есть, ворваться нормально не может, вот и Death Profit была вынуждена ульту прожать. Да, можно, я думаю, пересдать сейчас ульту, и со следующей пачкой крипов уже заходить на ХГ. тут что, у Розора 15 секунд до ульты, тут 20 секунд, и тут 27, да-да-да, все достаточно просто. Ну что, готовы ли сейчас Union Gaming отбиваться от подобного натиска? Хватит ли у них силенок отковыряться от команды Power Rangers? Такс, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот он, Разор, пошла ульта с Аганимом. Бз-бз-бз. Угу, сайлент и моментальный минус Рейскинг. Вот, все, настолько быстро и четко сделали только что Power Rangers, что одного из таких самых неприятных, да, во время тимфайта персонажа, они как раз ликвидировали, причем достаточно быстро, реинкарнации у него еще не было, ну, сейчас он-то появится через 17 секунд. Лавышка-то уже к этому моменту просила наполовину здоровья. Там еще скоро тележка подъедет. Да, там же еще Death Profit задувает, это тоже неприятный момент, потому что крипы падают весьма быстро, и надо как-то еще вот, Death Profit, например, принять. Да, Death Profit сейчас практически упала, но нет, не полностью, еще один под сейв, у Пака будет арба еще буквально не скоро, но тут шекер! Минус 2, и третий тоже падает, и Пак еще здесь, и уворачивается от стада, и продолжает наваливать по Слардарчику, Слардарчик подходит поближе, но пытался как-то, видимо, на себя увести прицел от Войда, Войд мансил до последнего, но не до мансил, это минус 4, и это, кажется, гуд гейм, или же нет. Но надо идти на топ, нести еще одну сторону, хотя там не совсем, совсем небольшие таймеры респаунов, и поэтому можно отлететь, если перебыковать. Поэтому, видимо, Пэры и не хотят быковать. Радиент's bottom tower is under attack. Радиент's bottom tower has fallen. 26-ая минута, давайте посмотрим на графики. На графиках у нас мы видим, что вот в этом промежутке, вот в этом промежутке, начиная от вот этого резкого скачка и целых минут 13, даже там, не знаю, ну 14, практически ничего не происходило. То есть, это был шанс, грубо говоря, для Union Gaming. Слабый шанс, потому что в любой тимфайт они все равно заходили более слабыми, более слабыми на 15 тысяч голды, но сейчас мы увидели, что действительно Пэры на голову сильнее на данный момент. А что делать дальше? Как дальше отбиваться? Дальше должно произойти какое-нибудь чудо. И чудо могло бы произойти, если бы у Войда были артефакты. Потому что у Войда сейчас аквилаймом и этого недостаточно, чтобы он убил тут сейчас хоть кого-то. Я не говорю там про Бристилбеку, у которого уже Кераса появилась. Ммм, да. ВК сейчас тоже, наверное, погибнет в очередной раз. Нет, не хочет погибать. Хроносфера по-троим. Ну и вот, неужели это чудо произойдет? Летят, летят духи Баньшовские! Сдувают Родора, сдувают Войда. Идет Свардар дальше. Тут новь Шекер. Шекер и Хаслэмом отлично попал. И это уже минус 2 основных героя, минус 3 основных героя. И, кажется, Пэры побеждают в этом матче. Да, да, да. Все, тут, конечно, были надежды у Рейскинга еще кого-то забрать. Но это гуд гейм! Действительно, гуд гейм! Поздравляем Power Rangers с победой в квалификациях в этом регионе конкретно. Да, ну что? Еще раз грацулички. Ну а у нас на сегодня все. Кажется. Мы с вами будем уже прощаться. Я буду бежать. С вами сегодня был Каспер на протяжении всего этого года.